Картина оранжевая. Здесь у нас с тобой разбавитель для масляной краски. Писточку там не моем, не промакиваем. Только маканием берем жидкость. Но нам эта жидкость много не понадобится. Нам нужно будет достаточно вязкий слой краски кинуть. То есть достаточно вязкий. Розовость, желтость. И полностью избавиться от белого вот такими штрешочками. Вот такими коротенькими штрешочками. Немножко мозаичного толка. Мозаичного. Никаких зеленоватых пока не видим. Пока потренируемся в оранжевостях. Чтобы ощутить идею вот этой мозаичности и густоты. И характера ухватки. Когда ты накидаешь вот эту мятую среду, ты возьмешь вот этот маленький мастихин. И будешь доразмешанными мазочечками снабжать вот такими пляшущими укладками. Раздавленными пляшущими укладками будешь осваивать идею штриха. Идею, вернее, мазка. Вот такими. Где темный, у тебя будет более розовый. Где светлый, у тебя будет более желтый и даже более белый. Вот такие мазочечки. Хорошо? То есть сначала кистью кашу краски кинуть. А потом потренировать идею мазка. А потом все это структуризируем, добавим цвет. Все готов. Бельбель-бель. Нормалечек. Понимаешь задачку. Хорошо. Ну, раз понимаешь. Берем теперь. То есть мы что? Мы потренировали руку. А теперь лежачая плоскость дорожки, уходящая вдаль. Лежачая. Вот она. Нарочито лежачая. Все у нас косматая, а это лежачая. Темненький характер вот этих мазочечков. Коричневый, розовый. Если надо, и красноту возьмем. Или розовый, желтый. Такой более алый цвет. И вот набираешь, 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 набираешь. И тут, наконец, приходит уже и зеленца. Голубой, желтый, плюс коричневый знак. Будет грязноватая зелень. Нашвыряешь и ее теперь. Можно начинать с мелкой, вернее, деликатной укладки. Потихонечку, потихонечку. А потом все больше набираешь скорость и просто бомбишь уже. Бомбишь, укладываешь, укладываешь, укладываешь. Хорошо? Давай так. Хорошо, спасибо. А квадратноватого характера. То есть и неполосатые мазочки. Постарайся, чтобы они стали более однородными. Неполосатого. Мутно. Хорошо? Мутно. Когда ты накидаешь этих темнот, отовсюду, отовсюду накидаешь, накидаешь. Накидаешь. Растолочь до равномерного, потому что нам полосатый мазок не нужен. Когда растолчешь это, когда квадратноватые будут мазочки, квадратноватые, не треугольники, потом концовочка будет тоже раздавленной вполне мазочечек, концовочка будет уже из вот таких, как бы заслоняющих задних мазочечек. Согласна? Поняла. Сейчас моя задача темненького. Темненького докидать, да. Коричневый-голубой, коричневый-голубой плюс желтый. Можно иметь достаточно темный цвет и добрать его вот в этих местах. но квадратновидные мазочки, не треугольнички. То есть мастикен гнется, и можно квадратик ставить. Чуть меняешь тональность, чуть где-то там выхватилась подкладка, пусть тоже. Главное, чтобы квадратновато, а не треугольновато. Вот таким маканием, маканием и чуть-чуть подчеркиванием вниз создашь идею травы. Создашь идею травочек чуть-чуть. Вот он. Макание. Подон. Белый в картину вложить. Вот там вдали светится белый. Светится желто-белый. Вложить. Тоже выдавить в себе красочек. Прежде чем мы положим стволы, нам нужна подкладка. Когда мы ее сделаем, воткнем темные стволы. Воткнем аж вот таким. Протягивающим. Вот она, кора. Вот она. Вот они, веточки будут. Хорошо? Давай так. Здесь светлое. Заметите его. Здесь там такое, да? Причем, смотри, даже некоторые такая кардиограммка, зигзаг, да? Уходящий. Вот. Может быть, чуть-чуть глуше сделать вот ту часть дальнюю. Глуши. Чтобы в ней не было так много содержания. А уже ее содержательно заслонят. Содержательно заслонят небольшие вот, чуть закруглениями, чуть закруглениями лиственности. То есть, если мы до сих пор одни квадратики делали, то теперь появятся и немножечко не квадратики. Но, вот такие запятые. Смотри, я как бы сверху кладу их. Хорошо? Хорошо. Давай так. Значит, белого понашвырять, белого понашвырять. Где-то там зеленый насмотрела. А я хотела. Збри. Збри положи рыжий. Ой. Ух ты, поломался. Нет. Смысл? Вот так. Ага. Так, вот еще. Значит, сейчас. Не заслоняем себе, а вот так. Вот так. Чтоб не заслонять. Ага. 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 Хорошо. А вот следующий, вот хочу вот здесь, мегатик, светлый кит на нож. Смотри. Прежде чем его поставить, ты можешь его себе наметить и посмотреть, уместно оно там будет стоять или нет. Правильно? Ага. А уже потом вложить, потому что так ты уже будешь иметь какое-то представление. Ага. Но я бы то дерево нашел бы после того, как поставил бы соседнее вот эту. Потому что они, они как бы вместе стоят. Ага. Потом еще какие-то тоненькие, тоненькие и все почти, почти неразличимо. И тогда уже понятно, с каким шагом поступить там. Логично? Да. вот этих накидать сюда. Можешь красный кармин пошвырять. Сейчас не уберем. Вот этот светик вместе с розовым, вместе с розовым, да, появляется богатство цвета. этот теплый, горячий, а тот холодный. Вместе и гривенько. Ну, плюс желтый, конечно, можно. Вполне можно и желтый. Вот он, и желтенький нашвырять. нашвырять. Так, вот я хотела найти все трели, и как они получились. очень наволосателый, более крупный. Здесь характер мазка имеет размер, правда? Он не сопоставим. Смотрим, как бы он мог быть сопоставимым. Да? То есть, такой чвяк, крупный, крупный чвяк. Согласна, да? Да. Вот этих ребят тоже нашвырять, нашвырять мазочками. То есть, это попадавшие листья. Там все, все понамешано. И зеленые, и красные, и с желтиной. Понашвырять, понашвырять, понашвырять. Хорошо? Размер мазка придерживаем. Многие эти самые многие места будут осуществлены вот так, когда одно заслонило другое. Одно заслонило другое. Правда? Угу. Одно заслонило другое. Набирай сейчас темп, нам много еще нужно мазочков положить. Ты уже полностью разобралась с техникой исполнения. Нашвыряй. Хорошо? Всякого добра, чтобы потом дополнить более деликатными звуками. И все сложится. Давай. Между ними какие-то светленькие. Пускай тоже позвякивают. Есть там да, вот прямо вот такие светлотики. Можно периодически заслонить, а потом взять и разрезать. лёгкую комковатость листьев вот такую запятулечную создадим здесь. Разрезает что ты написала. Кое-где они останутся, кое-где поразрежешь. Вот он оранжевенький. Вот они листички. Да. Чуть-чуть с носочкой вдавливаю, чтобы мастихин продавился и создал маленький брикетичек. Сначала забиваешь, игнорируешь стволы, а потом возвращаешь. Хорошо? А так всё очень красивенько. Здесь тоже жёлтеньких. Вот таких. Вот таких. Есть некоторый ритм, да? Ритм движения этих мазочков. вот пусть будет с ритмом. То есть ритмик. Они все немножко как бы в одну сторону смотрят. Живопись любит листьям давать нарочитый ритм. Не в разные стороны, а именно в одном направлении. Хорошо? Чуть-чуть накидаешь этого. здесь позапутать зрителя. Нечего, чтобы там разглядывал что-то. Тенистое пятно продолжить. Нарубить на мазочке. Чуть светлее накидать эти травы и чуть снабдить листиками попадавшими. попадавшими листиками. Логично, да? вот туда, куда-то вдаль. Здесь чуть-чуть. То есть разница фактур очевидна. Фактур этого, фактур этого, фактур дорожки. фактур стволов все различимы. Каждый имеет свое звучание. Давай. Отсюда. 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 Поняла? Поняла. Теперь поняла. Отлично. Отлично. Но не уходи в диагональ сохраняешь вот этот характер. Вот в диагональ не уходи. Сохраняешь вот этот характер. А так нормалек. Давай, наполняй, насыщай. Здесь еще на конопате очень хорошо действует. более постоянными. лучше, чем ладо до дох. Ну, я смотрю, вникла ты хорошо. Очень, очень у тебя прилично получается все это. вы деликатно, спасибо, я первый раз трогаю. Серьезно? В первый раз. Вот такое хорошее обученное чувство. Нет, потому что у меня еще было какой-то страхи перед... посмотри, как масло, чем оно хорошо. Оно густотой своей делает ерунду существенной. Сложно это еще добиться нужной цепи? Ну, чуть-чуть сложно, чуть-чуть. Вполне добиваешься. Был бы чуть-чуть другой цвет, чуть-чуть тот, чуть-чуть этот, ну и что? Ну, главное, чтобы это чтобы идея мозаичности произошла, потому что мозаичность сама по себе красива. И когда есть эта идея мозаики, мы прощаем любую грубость, потому что мозаика в принципе по затее своей грубо. Чуть-чуть вот запутать зрителя в характере укладки. Запутаем чуть-чуть. То есть сделать несколько кашистое чуть-чуть. Кроме мозаики, сделать немножко и кашистое состояние. Хотя мозаика в основе, но чуть-чуть и кашистое. Согласна, да? То есть после этой мозаики чуть-чуть кашистое. вот такое что-то. И вот оно множество. и даже чуть-чуть мелкостного, да? То есть не только уже мозаичного, хотя основа должна была быть мозаичной. То есть все правильно сделала. чуть-чуть нам не хватает времени еще потренировать кашистое. Да, можно мне завтра приходить? Конечно, приходи. Сына. Ладно, я поеду в курс. Ого. Откройте мне под 1957. Вот, смотри, одно заслонило другое и явно выскочило на передний план. Так а вы еще не подъехали? было скромно, что я уже подъехал? А, так через кокну. Хорошо. Опять чуть-чуть каша стала. Немдак, у тебя все было хорошо. Чуть-чуть мы не успели. Советую завтра выбрать еще раз похожую тему тему из этого густого для того, чтобы окончательно в ней доразобраться. Чтобы не прыгать с темы на тему и забывать, как делалось предыдущее, а именно одну тему чуть-чуть дораз пробовать. Тем более, что в этой манере можно писать вот такого рода пейзажки. Я тебе скажу имя этого художника Афремов. У него полно. Он и сам у кого-то подсмотрел идею, где-то ее преобразовал чуть-чуть по-своему. А вот эти мазки могут густовать с тряпкой не добиться? Здесь тряпкой не пригодится. Здесь нужна мозаика. Вот эта первоначальная мозаика, а потом чуть-чуть дооформленная. Чуть-чуть дооформленная. Вот она. Вот такой. Вот. Сверху на мозаичку суйку. Ну, а здесь и так все вкусно. на стволах может быть чуть-чуть дадим маленькие такие светлочки. Вот так. Чуть-чуть. То есть покажем, что есть свет и тень. Чуть-чуть. Я не стал выяснять какого цвета класть, потому что у него голубит. Ну, я сразу голубой и взял. можно было посиреневый. Ну, голубой ничем не плохо. Чуть-чуть толстым стволам дополнить их. Вот она. Вот она. Вот она. можно здесь человечка поставить идущего. Например. мир. Здравствуйте. У него сейчас урок заканчивается. звони. В таких человечках очень важно, чтобы было набрано с ощущением того, что очень легко досталось. Даже если долго пришлось долго вырисовывать, то надо сделать имитацию того, чтобы потом взять и обобщить мазочки, чтобы не было ощущения, что это художнику дорого далось. Ну, что это ему именно легко досталось. Какой-нибудь шарфик. джинсики и чуть-чуть тенечку под нее. Девочки вечно ходят вот по такой траектории. То есть главное не накопошить здесь. Вот то кашистое, которое мы себе здесь позволяли, здесь должно быть так, как будто бы художнику два движения и готово. То есть по возможности. То есть потом подстраиваем, если что. Но делаем вид, что все это чуть ли не один мазочечек. То есть обобщаем, чтобы было ощущение, что один мазок. Хорошо? Вот такое там и ручечка чуть-чуть виднеется. Ну и такая лапушка идет себе куда-то. Моя дочка такая же. Лина